Прошлый раз Я рассказывал вам о датской миссионерше Карельне Епе, которая спасла сотни армянских сирот, детей, ну а также женщин. Сегодня я также нахожусь в северной европейской стране, но уже не в Дании, а в Эстонии, в Таллине. И здесь тоже была своя миссионерша, которая спасала армянских детей во время геноцида 1915 года. Речь идет о бане Бюль. В чем-то их судьбы были похожи, я бы даже сказал, во многом. Поэтому я здесь, в Эстонии, так как говорить о Карельне Епе и не вспомнить о бане Бюль было бы неправильно. Возможно, некоторые из вас бывали в Таллине, но кто-то не был. В любом случае, думаю, будет интересно и тем, и другим. Если я прогуляюсь по Таллину, покажу вам картинки этого города, ну и заодно расскажу немного о бане Бюль. Так мы пройдемся и до армянской церкви этой страны, единственной церкви армянской. Итак, Анна Хедвиг Бюль родилась в лютеранской семье балтийских немцев в 1887 году в Хаапасалу, здесь в Эстонии, которая тогда входила в состав бывшей Российской империи. До 15 лет Бюль посещала местную государственную школу в Хаапасалу, затем Бюль продолжила обучение в Санкт-Петербурге, где в течение трех лет посещала лютеранскую немецкую школу. Параллельно Анна училась также в городе Мальхе в Германии, где в 1903 году она получила степень бакалавра. Здесь же в Мальхе впервые Анна услышала лекции Иоганна Каргеля о том, что происходит в османской Турции, в частности, о гамедийской резне против христианского населения. Эта лекция предопределила ее дальнейшую судьбу. Движимая желанием работать среди армянского народа, она продолжила обучение в евангелической школе. Попыток было несколько. Сначала Анну пригласили работать в миссионерскую станцию Мараши. Однако по молодости ее сначала отправили работать с женщинами и детьми в немецкие деревни, а затем на несколько месяцев к беднякам в Санкт-Петербурге. В 1909 году Бюль снова пыталась поехать работать с армянами. Однако на этот раз ее поездка была приостановлена из-за резни в Адане в Киликии. А вместо этого Бюль два года посещала семинарию для учителей-миссионерок. И вот только на этот раз после окончания этой учебы Бюль наконец смогла отправиться в Киликию, где с 1911 по 1916 год работала учительницей в армянском приюте в Мараши. В 1915 году Бюль стала свидетелем геноцида армян в Киликии и сыграла это важную роль в спасении жизни около двух тысяч армянских детей и женщин, когда Мараш превратился в город-сирот. До окончания Первой мировой войны Анна Бюль оставалась все это время с армянскими беженцами. В Алеппо она открыла лагерь для них, ткацкую фабрику для женщин, отдельный приют для армянских сирот, где их обучали армянскому языку, их истории. То есть у нее не было задачи, чтобы армяне стали протестантами, обратить их в свою религию. Обратите внимание, как и у Карен Йеппи. Они занимались тем, чем и должны были заниматься. А далее всего лишь один раз она покинула армян, буквально на два месяца. Ей нужно было вернуться в Эстонию для того, чтобы получить эстонское гражданство, ставшее уже к этому времени 1921 году независимой. Ну и также поухаживать за своей больной тетушкой. Потом она снова вернулась к своим армянским детишкам в Алеппо. В 1951 году, когда большинство беженцев, находившихся под ее опекой, репатриировались в советскую Армению, как правило, советские власти отказали Бюль Визе. Она хотела приехать и навестить своих детей, так называемых детей, в советскую Армению. Но в СССР ей отказали Визе. Также ей было отказано в разрешении вернуться в родную Эстонию, которая уже тоже к этому времени находилась в составе СССР. Таким образом, Анна сама стала беженкой. Она переехала в Европу и продолжила благотворительную деятельность во Франции, Швейцарии, Германии, где прожила остаток своей жизни, так и не отказавшись от эстонского гражданства. Бюль умерла в доме престарелых для миссионеров 3 октября 1981 года, недалеко от Гейдельберга, Германия, потратив более 40 лет своей жизни на улучшение жизни армянских беженцев. Печально, конечно, будучи многодетной армянской матерью, умереть в одиночестве в холодной постели. Нынче в память об Анне Хедвик-Бюль армянским культурным обществом Эстонии поставлена памятная доска на улице Коули 5 в городе Хапасалу, где родилась Анна Бюль. А вот и армянская церковь, до которой мы дошли пешком, пока я вам рассказывал об Анне Бюль. Вот эта церковь находится, ну, как видите, она очень старая, и находится буквально в даунтауне, посреди этих стеклянно-бетонных пирамид. Да-да, друзья, в Таллине они тоже имеются, и это неплохо. Ну, почему такой контраст, я вам скажу. На фоне всего этого модернизма, так называемого стеклянного модернизма 21 века, эта церковь была построена, внимание, в 1237 году. Правда, потом она сгорела. И только в 1648 году, что тоже очень давно, согласитесь, церковь снова восстановили. Также тут надо заметить, что это первое каменное здание Таллина, 13 век. Первое каменное здание Таллина. Но еще нужно заметить, что изначально церковь не была армянской. Это была лютеранская богодельня. Здесь не только Богу молились, но были еще палаты, где лежали больные с проказой. Только в 1993 году она стала армянской церковью. Передана была по договору армянской общине, где раз в неделю и проводятся богослужения на армянском языке. Веет стариной. Мы еще сейчас ее обойдем. Другую часть тоже фасада, чтобы вы могли насладиться в полной мере этой замечательной, старой, очень старой церкви. Или, скажем так, наверное, правильнее храма. Вот адрес этого храма, если кому вдруг понадобится. Ну, а вот, собственно говоря, и табличка. Вот западная сторона храма. Не знаю, будет ли сегодня здесь богослужение. Вроде бы, как написано, было с 12 до часа. У нас еще время есть полчаса. Вот тут вот поставлен также хачкар. Очень необычно, согласитесь, под армянским крестом видеть такого европейского петушка. Я думаю, не реставрируют, наверное, из-за того, чтобы отдавала ветхостью. Возможно, так. Не могу сказать. Да, и чуть не забыл. Это не первое каменное здание, связанное с армянами. Ну, например, в Ростове-на-Дону церковь армянская Сурбхач. Это первое каменное здание Ростова-на-Дону. И с самого первого дня Сурбхач и был армянским. Как первым зданием каменным в Ростове, но также и как первая армянская церковь в этом городе. Ну, в общем, прождал я. И в 12 церковь не открылась, и в час дня она не открылась. Ну, видимо, не судьба. У батюшки наверняка сегодня был выходной. Ничего тут не поделаешь. Главное, что тема была сегодня раскрыта, и мы с вами вспомнили об Анне Бюль. Я думаю, что это была главная задача, и эту задачу мы сегодня выполнили. Как и буду я впредь рассказывать о людях неармянской национальности, благодаря которым армяне, один из древнейших народов мира, существует по сей день. Ведь эти люди, неармяне, положили свои жизни на алтарь жизни многих армян для дальнейшего существования этого народа.